Тут Карлу VII повезло. Почему? Потому, что Генрих VI... Да, он уже, конечно, был не совсем малолетка, но он все очень молодой. И его, собственно, английские бароны в грош не ставят. Вот, конечно, там есть Джон Бетфорд. Брат Генриха V. Великий полководец, великий политик и очень большого ума человек. И это была единственная точка политического напряжения, которое держало эту двуединую англо-французскую монархию на плаву. Потому, что у него была своя команда управляющая. Его самого откровенно боялись. Причем как во Франции, так и в Англии, так еще и в Бургундии. Потому, что с ним связываться как с полководцем никто не хотел. Потому, что это всегда кончалось плохо. Плюс у него были очень толковые подручные. Я же говорил, что он там не один был такой. Например, герцог Соммерсет у него был. В подчинении родственник. Очень серьезный человек. И английский ахиллес Джон Телбот. Первый граф Шурсбери, если не ошибаюсь. Таким его звали английским ахиллесом не просто так. Он 1382-го, то ли 84-го года рождения. Не очень понятно. К 30-м годам 15-го века ему уж порядочные лет. Весьма. Так он победил в 47 сражениях. То есть, у него такой опыт военных действий. Он считай... Он с 1400-го года в войсках. Накопил опыту. Безостановочно. Набрался экспириенс. Да. Хотя, конечно, сражение он и проигрывал. В плену оказывался неоднократно. Но, забегая вперед, скажем, что его не только боялись, но еще и страшно уважали. Потому, что когда он оказался после битвы при Патте в французском плену... Битва... Бой, правильно сказать. Не повезло ему. Попал в плен. И французскому королю стали намекать, что такого опасного противника отпускать нельзя на волю. Потому, что он еще 47 битв выиграет сейчас. Лучше приморить. Лучше, по крайней мере, попридержать, пока война не закончится. Ну, тут Карл Седьмой сообщил всем, что, друзья мои, нельзя сажать в тюрьму человека за то, что он храбрый. Нужно с самим быть храбрыми. С одной стороны, не поспоришь. С другой стороны... Тут же нужно понимать, что это феодальная эпоха. И ты сам, как феодал. Можешь оказаться в плену. А тут у тебя уже и некоторым образом обязанный тебе человек есть не самый последний. Который, может быть, тебя тоже выпустит. Ну, словечко замолвит. Словечко замолвит. При этом мы отлично понимаем, что в Англии 25 лет накопил себе на выкуп Карл Орлянский. Выкупная ипотека. Короля, мы помним, не смогли выкупить. В общем, масса подводных камней. Но, тем не менее, Телбата уважали. Потому, что он ни в каких мерзостях особенно себя не зарекомендовал. А Ахиллес он почему? Потому, что побеждал постоянно. Ахиллес. Да. Ну, давайте так. Если он 1382 года. Погибнет он в 1453. Это он в 69 лет погиб. И... Крепок. Ну, считайте. Это, получается, в строю 50 лет. Причем, учитывая, что это были за годы. Там же мирных-то годов почти не было. Он же был... просто числился в войсках. Он именно воевал все это время. В боях и походах. Да. Словом, Карлу 7-му вообще не позавидуешь. Да и Генриху 6-му тоже не позавидуешь. Посмотрите, что такое Генрих 6-й. И Генрих 6-й обладал тремя большими территориями. Ну, он, конечно, обладал куда большим количеством территорий. Ну, таких массивных территорий было три. Это, собственно, острова. Там... Сейчас мы острова установимся. Нормандия. Отобранная у французов. И юг Гиень. Причем Нормандия. Эта территория ненадежная. С одной стороны, все эти англичане, они же из Нормандии. То есть, вроде там все родственники. У них масса владений в Нормандии просто по феодальному праву. Опять ходят английские набеги. Непрерывно. И потом в ответ французские набеги. Это же все эти крыси, азинкуры. Они были связаны с тем, что какой-то контингент шагает через Нормандию туда, а потом обратно. И, конечно, все грабит по дороге. И поэтому к англичанам там относились, скажем так, очень сильно по-всякому. Там были верные англичанам территории. Но в среднем, и самое главное, местонаселение. Ну, то есть, крестьяне, горожане, они англичане уже не сильно любили. Причем, когда я говорю англичане, я имею в виду не англосаксов, а подданных английского короля. Потому, что сами французы войски английского короля куролесили там от души. С удовольствием. С удовольствием, от души. Зачем мы сюда приехали? Грабить курваны. Вот мы тут за этим. Гиень-юг. Это совершенно другое дело. Потому, что вроде бы это должна быть самая верноподданная территория английского короля. Потому, что Гиень отошла англичанам еще по договору. С кем? С бабушкой Элеонорой Анжуйской. И Гиень английской 300 лет уже. Потому, что даже Филипп 2 август не смог Гиени англичан отобрать. Но мы помним в первом ролике, который назывался. Готовимся воевать 100 лет. Мы по этому поводу подробно говорили. Почему? Не смог. То есть, Гиень английская давным-давно. Причем Гиени с Англией удобно. Откровенно удобно. Потому, что англичане далеко. И они не берут с них серьезных налогов. Да, берут, конечно, какие-то. Но уже не дают. И в первую очередь торговая акциза. Ну, а торговая акциза, это же дело такое. Житейское. Более того, англичане дают торговые акцизы и через запятую скупают все вино, которое там есть. Ну, конечно, не все. Но огромную часть вина поступает именно в Англию. То есть, Гиеньцам с англичанами удобно и очень выгодно. Торговля с англичанами это для них прям то, что надо. Хотя, конечно, повторюсь, торговали далеко не только с ними. Но англичане давали жить. И вот тут-то еще положение Гиени здорово усилилось после деятельности Черного принца. Потому, что вообще-то юг Франции Гиень это была вотчинка Черного принца. Он там чувствовал себя как дома. И, в общем-то, дом-то его был на самом деле именно там. Никак не на островах. А значит, это все разом сделалось вот таким традиционным фортом ланкастеров. И вот, казалось бы... Ну, да. С Нормандией проблема. Эта земля на континенте откровенно проблемная. И если что, атаковать-то французы будут первые именно ее. Просто потому, что близко. Во-первых, это. Во-вторых, Гиень. Верно, подданное. Удобное для самой Гиени положение в Англии. Еще и условно вотчины ланкастеров. Они наоборот. Потому, что как только король делается король, он всем своим родственникам делается просто опасен. И ланкастеры, которые сидят в Гиене, они же должны королю сразу платить. А вот сколько ты не заплати, все жалко. Мало. Много. Жалко. Это их территория. И вроде бы, повторяюсь, верноподданное, верное королю Гиени на верное ланкастерам. В первую очередь, и не королю. И несмотря, что король сам ланкастер. Король вынужден, кроме своих родственников, дружить с огромной массой людей знатных. Ну, а ланкастеры не готовы, чтобы король дружил с кем-то, кроме как с ними. Это же, во-первых, кровный родственник. Ближайший кровный родственник. А так еще и случилось, что он еще и младший родственник. Если мы говорим конкретно про Генриха VI. То есть, несмотря, что он король, он по возрасту младше. Есть при нем Регент. Ну, уже не Регент, а просто ближайший советник Бетфорд. Который им крутит, как хочет. И в Англии сразу же начинаются прямо сепаратистские движения.